Адлер – самая южная часть курорта и самый популярный район Сочи у туристов. Сегодня в разгар летнего сезона недостатка в отдыхающих здесь нет. Люди довольны, море рядом, необходимые услуги и товары тоже под рукой. Но то, что порой незаметно гостям, замечает градоначальник. Обход Анатолий Пахомов начал с набережной Мзымты, где, как оказалось, ведется незаконная торговля. Официальное разрешение на установку киосков у предпринимателей отсутствует. На другой стороне реки – парк. Здесь уже претензии к руководству Адлерской администрации. Сухая листва, вытоптанные газоны, пустые клумбы и объявления на столбах. Это первое, что бросается в глаза прохожим. Такая ситуация недопустима в курортном городе, напоминает мэр своим коллегам. Даем всего лишь три дня. И в понедельник, вторник посмотрим, как они справятся с этими задачами. То, что мы выявили, что вдруг появляются вообще незаконно установленные объекты торговли, это говорит о том, что здесь хозяина нет. Это говорит о том, что здесь просто-напросто ослаблено административное влияние. Не видеть то, что прямо на проходе к пешеходному мосту стоит такой объект, при том объект несуразный, который уродует внешний облик города. Конечно, и если это происходит, то это кому-то надо. И я думаю, что мы обязательно разберемся, кто и кому это надо. На выходе из районного парка на улице Демократической начинается частный сектор, который, судя по всему, превратился в квартал частных гостиниц. Ну, это вот как будет? Вы смотрите, сколько, неужели вы же есть, столько надо постельного белья. В конце улицы уже другое самоуправство. На проезжей части местные жители ведут незаконное предпринимательство, так называемый джиппинг. Приглашают туристов в увлекательное путешествие. Но, увидев комиссию, мужчины свернули баннеры и представились безработными. Расскажите, чем вы занимаетесь? Как называется? Я не занимаюсь. Ну, у вас же номер телефона на машине. Что вы предлагаете? Ничего, просто номер у меня и все. Сегодня джиппинг можно легализовать. Необходимо оформить страховку на пассажиров и выполнять требования безопасности. Но местные предприниматели выбирают нелегальный путь. Поэтому в ближайшее время им предстоит встреча с правоохранительными органами. По пути же в самый центр Адлера снова сухие кустарники, неблагоустроенные газоны, не отвечающие требованиям единого стиля, объекты торговли. Самые популярные лакомства лета – горячая кукуруза и мороженое – также продаются с нарушениями. Кто вас поставил? Ну, так же не может быть в центре района. В центре района, на самом видном месте вы встали. Завтра в Адлерском районе пройдет большой субботник. А начальники управления торговли и курортов вплотную займутся устранением нарушений в своих отраслях. Кто не справится, будет уволен, пообещал глава города. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.